МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Опасный укус. Сезон клещей в самом разгаре. Безбарьерная среда в регионе работает. Лагерь для детей с аутизмом. Хранители истории, сколько тайн скрыто в старых домах. На днях жители области были шокированы новостью о смерти лося в Пронском районе. Животное вышло из леса к жителям, так как нуждалось в помощи. Однако было уже поздно. Ветеринар дал заключение о том, что причиной смерти животного стал пероплазмоз, инфекционное заболевание, переносчиком которого являются клещи. О том, что делается для безопасности людей и животных на территории областного центра, узнала Ирина Ковалева. С наступлением тепла активизируется все живое. Просыпаются растения, насекомые, а люди стремятся больше времени проводить в парках и скверах. Однако далеко не всегда это безопасно, ведь весенне-летний период – время активности клещей, которые являются переносчиками многих опасных инфекционных заболеваний. По данным регионального Роспотребнадзора, только за прошедшую неделю к медикам обратилось более 200 рязанцев, а всего с момента начала мониторинга пострадавших от укусов клещей зарегистрировано более полутысячи. После исследования насекомых, снятых с людей, оказалось, что более 3,5% клещей было заражено вирусом клещевого боррелиоза, а грануцитарным анаплазмозом человека – 8,5%. Сами по себе эти инфекционные заболевания крайне опасны. Они могут привести к поражению нервной системы, опорно-двигательного аппарата, почек и печени. Однако, если вовремя начать лечение негативных последствий, скорее всего, удастся избежать. В связи с этим медики напоминают, что если вы обнаружили на себе клеща, нужно немедленно обратиться в специализированное медицинское учреждение. Однажды обязательно обратиться в травмпункт, где под грамотными действиями хирурга в асептических условиях клещ будет удален и отправлен бесплатно на исследование. То есть, травмпункты имеют у нас такую возможность. И впоследствии у человека будет дано направление в наше инфекционное отделение, где он будет осмотрен на предмет опасности заражения боррелиозом, анаплазмозом. И будут даны рекомендации по профилактике и лечению данного заболевания. Если же вы избавились от клеща самостоятельно, и насекомое не было исследовано, нужно с особым вниманием отнестись к своему состоянию. В первую очередь на себя обращают внимание покраснение места укуса, воспаление лимфоузлов рядом с этим укусом, повышение температуры тела. При появлении этих симптомов необходимо проконсультироваться у врача. В инфекционное отделение больницы «Симашка» после укусов клещей обращаются каждую неделю. Избежать подобной неприятности можно при соблюдении несложных правил. Надевать светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы. Применять современные репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды, проводить самые взаимоосмотры, не садиться и не ложиться на траву. Все это в том случае, если вы выезжаете за город, а на территории города рязанцы могут чувствовать себя в безопасности. Ежегодно в Рязани проводятся мероприятия по обработке городских парков от клещей. В текущем году было обработано у нас шесть парков. Предварительно жители через СМИ были оповещены об этом заблаговременно. Итак, у нас 11 числа были обработаны парки Центральный парк культуры отдыха, парк Гагарина, парк Советско-Польского братства по оружию и Комсомольский парк. 13 числа был обработан лесопарк. Действия вещества хватает на два месяца. По истечении данного срока будет проведена повторная обработка. Химический состав вещества, которым обрабатывают парки и скверы, действует только на клещей. Для людей и животных он безопасен. А в скором времени работники Управления благоустройства планируют обработать берега водоемов от комаров. Так что отдыхать в черте города можно будет абсолютно спокойно и с комфортом. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 14 мая в Рязани заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев представил личному составу нового начальника. Руководителем ведомства стал полковник полиции Сергей Лебедев. Для того, чтобы представить нового руководителя, Рязань посетил заместитель министра МВД России генерал-полковник полиции Аркадий Гостев. Он вручил вновь назначенному начальнику управления служебное удостоверение и отметил, что Сергей Лебедев обладает всеми необходимыми знаниями и навыками для успешной работы в этой должности. Также он выразил надежду, что профессионализм и опыт работы помогут Сергею Лебедеву в кратчайший период времени наиболее полно ознакомиться с ситуацией, которая складывается на территории региона для того, чтобы продолжить традиции, заложенные предшественниками. Сергей Лебедев, в свою очередь, поблагодарил за ту поддержку, которую оказывает управление МВД России и за оказанное высокое доверие. На назначение также присутствовали губернаторы Рязанской области Николай Любимов, представители законодательной, судебной, исполнительной власти региона, руководители правоохранительных органов, а также служб и подразделений регионального ОМВД. В заключении мероприятия заместитель министра вручил сотрудникам областного управления, достигшим высоких результатов служебной деятельности, ведомственные награды. А чуть позже Аркадий Гостев, Николай Любимов и Сергей Лебедев изложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга во время Великой Отечественной войны. В рамках праймери с «Единой России» начались дебаты и встречи кандидатов в депутаты Рязанской городской думы. Каждый из участников должен принять участие минимум в двух дебатах, представить жителям свою программу и ответить на вопросы. Подробности в сюжете. Три минуты на выступление. За это время кандидат должен представить свою программу на дебатах. Увеличение продолжительности жизни, создание комфортной городской среды, единство и патриотизм общества – вот три основных темы. На четвертом избирательном округе обсудили увеличение продолжительности и уровня жизни населения. Тема более чем актуальная. В майских указах президент Владимир Путин одной из приоритетных задач назвал как раз повышение продолжительности жизни граждан нашей страны. Конечно, для реализации этого проекта потребуется целый комплекс мер, среди которых доступная медицина, пропаганда здорового образа жизни и, конечно, борьба с бедностью. Много факторов на самом деле объединяет себе продолжительность жизни 80+, и все их нужно учитывать. То есть хорошая экология, хорошее питание, хороший даже позитивный настрой к жизни – это все влияет, это все очень важно. По статистике по Рязанскому региону у нас средний уровень жизни 72-30-х годов. Ну, как наш президент отметил, что мы будем стремиться к повышению среднего уровня жизни на 80 и выше лет. Что для этого надо? Ну, для этого надо, разумеется, повышать качество жизни, то есть давать возможность людям заниматься физической культурой. Предварительное голосование проходит в 20 городских округах при этом партия. Единая Россия дает возможность жителям города пообщаться с каждым кандидатом и задать интересующие вопросы. Само голосование пройдет 3 июня. В Рязани будут открыты 47 избирательных участков. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Тише едешь, дальше будешь. Некоторые водители забывают это золотое правило. А зря. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек получили травмы. Цифра по области составила почти 30 ДТП. 9 автолюбителей сели за руль нетрезвыми. 7 нарушителей правил дорожного движения за руль сели трезвыми, но от сознательных нарушений их это не спасло. Вчера в Кораблинском районе около 11 часов в 10 минут в селе Пехлец на улице Центральная вблизи дома 94 50-летний житель города Москвы, управляя автомобилем БМВ, двигаясь со стороны города Ряжска в сторону Рязани, совершил наезд настоящий по предварительным данным перед пешеходным переходом автомобиль «Шевроле» под управлением 29-летней «Рязанки». В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» обращался за медицинской помощью. При общении с водителем БМВ инспектора ГИБДД обнаружили, что у гражданина имеются характерные признаки алкогольного опьянения, а именно устойчивый запах алкоголя изо рта, неустойчивость походки, резкое покраснение кожаных покровов лица. По результатам освидетельствования у водителя было установлено 1,486 промиль на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составлен административный материал, по рассмотрению которого гражданин будет привлечен к ответственности. Отдых без границ. Дети с расстройством аутичного спектра делают рисунки из песка, лепят из пластилина и наслаждаются свежим воздухом. Словом, каникулы они проводят, как и все их сверстники. Социализацию через отдых именно такую цель преследовали организаторы первого в Рязани интеграционного лагеря для детей «Рассвет». Он расположен на базе санатория «Колос». Там побывала Олеся Котровская. Интеграционный лагерь «Рассвет» заработал в Рязани впервые. Сейчас здесь отдыхают 20 детей с расстройством аутичного спектра. Они приехали сюда со своими родителями. Леша в лагере со своей мамой Татьяной. Ему 10 лет. Рассказывает, что в пятом отряде у него есть друзья, а еще что многие занятия здесь ему по душе. Дом с Савы. А что в доме с Савы происходит? Ну, там все. Там есть корабль, качелин, велосипед, похоже на тренажер. Есть у тебя тут друзья? Ну, там есть пятый отряд. А Ивану Кулачкову очень нравится батут. Ване 8 лет. Он уже ходит во второй класс. Как и Леша, он приехал в лагерь «Рассвет» вместе со своей мамой. Ему хочется больше общаться с мальчиками и девочками. На игровых площадках он приобретает необходимые навыки того, как вести себя в тех или иных ситуациях. Потому что у нас самая большая трудность, что ребенок не может, например, на детскую площадку выйти. Другие детки боятся, побаиваются, когда ребенок такой с особенностями, а он не знает, как правильно общаться. Здесь учат детей именно правильно сотрудничать. То есть не надо подойти к ребенку, чтобы он с тобой поиграл, вот такого подтолкнуть. Надо именно его вовлечь в игру. Давай поиграем, поводим хоровод, порисуем. В интеграционном лагере есть сенсорная комната, бассейн, батут, зал ЛФК. С детьми занимается множество специалистов. Используются такие методы, как киностерапия. Это реабилитация и лечение детей при помощи обученных собак. В ближайшем будущем организаторы планируют провести занятия ипотерапией, где мальчики и девочки смогут пообщаться с лошадьми. Сначала нам поступил запрос от родителей рязанских детей с аутизмом. Наша автономная некоммерческая организация Центра развития детей и молодежи «Пламенный». В тот момент запустили первый конкурс президентских грантов и отправили все это на конкурс. Получили поддержку от президента Российской Федерации, закупили все это и организовали вот эту смену. Для работы в лагере команда «Пламенного» в течение года проходило обучение. Вожатые посещали специализированные центры, занимались с педагогами и психологами. Методисты разрабатывали пособия. У нас самая, наверное, главная задача, которую, в принципе, получается воплощать, это вообще нахождение здесь среди ровесников, среди детей, в непривычной среде. Здесь им приходится научаться, с этим справляться. Моему ребенку сложно это делать, абсолютно все. Именно то, что это совершенно для него новый опыт. Медленно привыкаем, вот в этом наша основная динамика и основное удовольствие от того, что выходит здесь. Смена лагеря «Рассвет» продлится до 24 мая. Программа, подготовленная организаторами, даст возможность за короткий срок попробовать несколько видов деятельности, способных улучшить состояние детей, а их родителям выбрать пути дальнейшей работы со своим ребенком. Но самое главное, проект «Рассвет» поможет найти настоящих друзей, как взрослым, так и детям. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Древняя Рязань сохранила в числе исторического наследия и архитектурные сооружения, и обычные дома. Таких в областном центре великое множество. Всем знакомый дом-музей Павлова, школа номер два, где преподавал Солженицын, и, конечно, Константинова, с его поэтическими историями. Параллельно с ними существуют малоизвестные, но не менее интересные здания. Какие они хранят секреты и заботятся ли о них власти, расскажет Алексей Нилов. Полуразрушенные дома с отсутствующей крышей, которые иногда могут быть скрыты баннерами. Так выглядит одна из главных проблем нашего города. Каждый из нас хотя бы раз видел такое здание во время прогулок по улице. И это печально, ведь Рязань имеет богатую историю, о чем порой забывают власти, а вместе с ними и простые люди. Показательным в данном контексте является пример здания на оглу улицы Синой и горшечного ряда. В прошлом эти руины были школой детского творчества, специализирующейся на гончарном искусстве. Само строение находится в называемом краеведами заповедном месте города, который занимает площадь около одного квадратного километра. Рязань один из немногих городов, который сохранил Екатеринскую планировку 18 века. Поэтому на этих улицах, которые сохраняют и красную линию домов, и свое направление, и ширину, и длину, важен каждый исторический дом. Будь он конца 18, 19 или даже начала 20 века. Но тем не менее, они имеют место быть. Это касается и старого веерного депо. Здание уникального не только в масштабе города, но даже в стране. В Центральном федеральном округе насчитывается всего два таких памятника промышленной архитектуры. Это большая редкость. Сейчас же постройка второй половины 19 века обнесена бетонным забором и находится под охраной для избежания травм и фатальных исходов. Можно долго перечислять здания, нуждающиеся в государственной охране и реконструкции, с целью сохранения культурно-исторического облика города. Но самое главное понять, что Рязань это наш дом. Как он будет выглядеть и выстоит ли вообще? Забота не только властей, но и нас самих. Не Алексей Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Квартирный вопрос волнует многих. Дополнительные квадратные метры уже несколько лет пытаются получить необычная семья из Касимова, в которой только женщины, младшие из которых Лиза, а ребенок со сложным генетическим заболеванием. Подробности в материале наших коллег из телекомпании «Касимов ТВ». Проблемой семьи Вишкири наша телекомпания занимается с ноября прошлого года. Даже такая тяжеловесная политическая фигура, первый заместитель главы города Олег Семенов не остался в стороне отчаяний этих одиноких женщин. Но они по-прежнему ютятся на десяти квадратных метрах. Три года четвертые. И никак. Все, какие-то задержки у нас происходят. Кто подписать какие-то бумаги, кто-то в отпуск ушел, кто-то на больничный. Последний раз звонили, уже на учебу уехали, подписать некому. И вот каждый раз у нас откладывается. Предписано с верхних этажей переселение на первые. Но вот у нас пока никак. Хоть это и рекомендовано врачами, никак у нас не получается. Все ждем. Здесь уместна еще одна поговорка. Сытый, голодного не разумеет. И время у чиновников, и у людей с ребенком и инвалидом на руках исчисляется по-разному. Но они ждут, не дождутся, когда переедут в бывший умывальник, где пока лишь голые стены. Там получается просто комната, отремонтирован пол, стены, электричество там, ни розетки нету, просто выключатель, как раньше была общая кухня, лампа дневная, ни счетчик электрического, ни воды, ничего нету. Что ж, за этой дверью, с замком и находятся те вожделенные квадратные метры, так необходимые и трем поколениям женщин в Ишкере. Мы не имеем права обвинять в том, что они не могут переехать, исполняющие обязанности главы администрации города Марину Беляеву. Но имеем полное право сделать это в отношении ее подчиненных, действия которых являются либо большим моментом инерции, ничего не делания, либо сознательным саботажем. Это все новости на сегодня. Еще больше новостей вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова